Дистанция в 25 метров туда и столько же обратно для многих оказалась трудным испытанием. Но эти ребята привыкли преодолевать себя. Воспитанников детских домов и интернатов жизненными трудностями не испугаешь. Ну, хоть я и курю, но... Ну, короче, дыхание плохо. Но пришлось выиграть. После заплыва военно-спортивный икрадень морякоподводника продолжилась на суше. Команды по 10 человек на скорость собирали и разбирали автоматы. Среди участников есть ребята, которые впервые увидели автомат. А есть и опытные стрелки. Я попала когда в детский дом. Мне предложили пострелять. Я пару раз постреляла, мне понравилось. И все, и как-то затянулось. Конечно, интересно. Новое общение, знакомство. И вообще новая атмосфера. Я думаю, это классно. У мальчишек интерес к оружию в крови. Все как один готовятся служить в армии. Девочки тоже считают, что нужно уметь стрелять не только глазками. На всякий жизненный случай. Какие, например? Ну, мало ли что. Скорее всего, защитят себя. Областные соревнования среди детей-сирот проходят в Самаре уже третий раз. И каждый раз ребята готовятся к ним, как к олимпийце. Забывая на время о своих неурядицах и думая только о победе. На днях закончился региональный этап военно-спортивной игры «Зарница». В нем принимали участие школьники. А дети-сироты, они как-то немножко обделены вниманием. Поэтому мы специально устраиваем подобные соревнования для того, чтобы они выполняли ту программу, которая сегодня необходима для школьников. Наравне с воспитанниками детских домов и интернатов соревнуются и команды студентов Самарского государственного технического университета. Общение ребят разных возрастов, разных групп, разных специальностей – это всегда обогачает друг друга. Я думаю, что и ребята-школьники, они что-то получают от студентов. И наши студенты, они тоже учатся в некой социальной работе, ну, кроме патриотической работы, о которой, как бы уже говорил. И для них это тоже важно, тоже хорошее мероприятие. В соревнованиях ребята показывают не только спортивную подготовку и физическую силу, но и демонстрируют свою сообразительность, отвечая на вопрос викторины. Все участники получают не только удовлетворение от игры, но и призы за участие.